Поджелудочное железо – орган пищеварительной системы, значение которого часто недооценивают. Все мы понимаем, насколько важны для организма здоровье желудка, правильная работа кишечника и нормальное состояние печени. А где здесь место поджелудочной? О ее существовании нередко узнают лишь на приеме врача, который диагностирует нехорошие заболевания. Болезни поджелудочной железы заставляют навсегда отказаться от привычного рациона. При нарушениях работы органа развиваются панкреатит и сахарный диабет. Панкреатит проявляется воспалением тканей железы и нарушением выработки пищеварительных ферментов, из-за чего усвоение белковой, жирной пищи становится практически невозможным. Сахарный диабет – состояние, при котором орган не вырабатывает гормон инсулин, что нарушает обменные процессы и разрушает процесс стабилизации уровня глюкозы в крови. Врачи считают поджелудочную железу основой пищеварительной системы, потому относиться к ней нужно внимательно. Не заставляйте орган страдать, употребляя продукты, которые он категорически не переносит. Или до минимума сократите их употребление, чтобы продлить нормальную жизнь не только железе, но и себе. 1. Алкогольные напитки считается, что от алкоголя в первую очередь страдает печень, но это не так. Печень вырабатывает ферменты, которые нейтрализуют алкоголь, а вот у поджелудочной таких ферментов нет. Ее ткани не умеют справляться с токсичным воздействием спиртных напитков, что вызывает их воспаление. Достаточно одной вечеринки с обильным возлиянием и жирными закусками, чтобы вызвать острый воспалительный процесс. 2. Сладкая газировка, при употреблении сладких газированных напитков поджелудочная сталкивается сразу с двумя негативными факторами. Во-первых, высоким содержанием сахаров, часто синтетических, которые особенно сложны в расщеплении. В литре колы, например, содержится почти 120 граммов сахара, то есть столовая ложка на каждые 100 мл. Это невероятное количество сахаров вызывает мгновенный всплеск глюкозы в крови, а его нужно нейтрализовать. Поджелудочная начинает интенсивную выработку инсулина. В таком режиме она не может работать часто и долго, это изнашивает орган. Железо пытается защищаться, ее клетки становятся менее чувствительными к глюкозе, из-за чего инсулин вырабатывается в недостаточном количестве. Результат нехватка инсулина для расщепления сахаров, повышенный уровень глюкозы в крови и сахарный диабет. Вторым раздражающим фактором для органа становятся те самые пузырьки, за которые любят газировку. Они вредны не только поджелудочной, но и пищеварительной системе в целом. Углекислота раздражает слизистые оболочки желудка, кишечника, вызывает вздутие и нарушение пищеварения. 3. Жирная пища Поджелудочное железо отвечает за выработку пищеварительных ферментов, а при употреблении жирной пищи их нужно особенно много. Насыщенные животные жиры и трансжиры крайне сложны в расщеплении. Орган производит больше панкреатического сока, чем обычно. Регулярная работа в столь интенсивном режиме изнашивает его. Вредны для органа насыщенные бульоны, жирное мясо, сливки, маргарины, содержащиеся в фаст-фуде и кондитерских изделиях, а также жиры из пищи, жареные в большом количестве растительного масла. А еще мороженое. Холодный продукт приостанавливает пищеварительные процессы и может вызвать спазм протоков поджелудочной железы. Жирная и холодная гремучая смесь для этого чувствительного органа. 4. Острые соусы, заправки с острой пищей у поджелудочной особые отношения. С одной стороны такая еда стимулирует работу органа, вызывает интенсивную выработку панкреатического сока, что при нормальном состоянии железы неплохо. Но когда состояние нарушено, в железе развивается воспалительный процесс, острая еда усугубляет ситуацию. При панкреатите диета должна щадить, а не стимулировать орган. Воспаление поджелудочной накладывает табу на употребление острых, горьких продуктов, горчицы, кетчупа, блюд с добавлением большого количества специй. 5. Запрещены некоторые овощи, содержащие горчичное эфирное масло, редиска, хрен, резька. 5. Синтетические ингредиенты речь о консервантах, стабилизаторах, красителях, усилителях вкуса и прочих пищевых добавках, которые используют в составе продуктов и готовых блюд промышленного производства. 6. Вообще, их не любят все органы пищеварительной системы. 7. Но большинство из них имеют свои способы защиты – желудок, желудочный сок, печень ферменты, нейтрализующие токсины. 8. А поджелудочная не умеет защищаться от синтетических компонентов. Они разрушают ее, постепенно, но верно. Поставьте палец вверх, если понравилась статья, оставьте свой комментарий, поделитесь публикацией в социальных сетях и подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр.